МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россыпь медалей различного достоинства барнаульских пятиборцев. Алтай делит очки со Славутичем. Это лишь часть событий, о которых речь пойдет в сегодняшнем спортивном клубе. Меня зовут Дмитрий Гладких. В ближайшие 10 минут не пропустите. Катком проехались по строителю. Алтай-баскет продлил победную серию в Суперлиге Б до 8 матчей. Плавание, бег и стрельба. Барнаульские пятиборцы добились успеха на европейских стартах. Алтай продолжает борьбу в первенстве высшей хоккейной лиги. Успех алтайских баскетболистов и футболистов. Об этом мы не только узнаем из новостей Федерации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алтай-баскет продолжает крушить соперника за соперником в рамках Суперлиги Б. Подопечные молодого тренера Михаила Терехова сыграли два матча против строителя из Энгельса. Главный тренер строителей Александр Гутеров еще в прошлом году был в тренерском штабе сибиряков и хотел во что бы то ни стало отобрать очки у лидера. Не получилось. В первый игровой день баскетовцы выиграли 74-57, в ответной 71-55. Центральная баскетбольная команда края пока идет без поражений. Следующие матчи Алтай-баскет проведет на выезде в Ставрополе 16 и 17 ноя. Три из десяти золотых медалей первенства Сибирского федерального округа по классическим шахматам выиграли алтайские спортсмены. Соревнования проходили в двух городах – Барнауле и Новокузнецке. В них приняли участие спортсмены в пяти возрастных группах. В итоге из десяти медалей высшего достоинства наша команда забрала себе три награды. Воспитанники с дюшор Алексея Смертина одержали победы на очередных турнирах. Команда 2004 года на турнире «Золотая осень» в Томске одержала победу. В пяти проведенных матчах пропустив лишь один мяч. Еще в одном турнире, на этот раз в Новокузнецке, мальчики 8-9 лет дошли до финала, но в решающем матче уступили Минусинскому Олимпику. Суровые испытания и борьба за пятую строку в турнирной таблице. Алтай провел первые матчи второго круга. На домашнем льду соперником стал Славутич из Смоленска. О двух матчах и жарком противостоянии команд – центральный сюжет программы. В конце октября Алтай и Славутич дважды встречались в Смоленске. Тогда в двух играх сильнее оказались барнаульцы – 7-5 и 3-2. Эти поражения откинули Смолян на шестое место. В стартовый день реваншу не получилось. Первая игра оказалась тяжелой для соперников. Не использовав свои шансы для взятия ворот, барнаульцы едва не поплатились за расточительность. На наше счастье, игроки Славутича не сумели открыть счет в первом периоде. Не удалось это и хозяевам. Нам задали темп небольшой, мы под него подстроились. В перерыве поговорили между собой. Сказали друг другу, что нужно добавлять, что нужно забивать. Потому что игра дается, игра наша, нужно выигрывать, особенно дома. Во втором периоде Алтай поймал соперника на ошибках. Забросив в ворота Славутича три шайбы. В составе Малиновых отличились Евстифеев, Соболев и Ковязин. 3-0. В заключительном отрезке игры барнаульцы отметились четвертым точным броском. Гол на счету Симоненко. В этой игре Максим отметился еще и двумя результативными передачами. Выигрывая 4-0, хозяева льда посчитали, что дело сделано, за что едва не поплатились. Соперник сумел отправить в наши ворота три шайбы. К счастью, Алтая на большее у смолян не хватило ни сил, ни времени. Итог игры 4-3 в пользу барнаульцев. После второго периода договорились, что играем от оборонки. Ну, ребята у нас много молодых, как бы, хотели забить. И поэтому мы поплатились вот этими тремя голами. Очень тяжело, конечно, было. Спад в игре хозяев в третьем периоде стартового матча сказался и в повторной встрече. Из-за собственных ошибок и расточительности в атаке, хозяева льда крупно уступили Славутичу 2-7. Впереди Алтай ждет противостояние с Тамбулом. Эти игры пройдут в Барнауле 10 и 11 ноября. Единственные представители страны на крупных международных соревнованиях в современном пятиборье. Алтайские спортсмены в очередной раз удивили общественность своим выступлением на чемпионате Европы. Подробности далее. С конца прошлого года в России разновидности современного пятиборья Беатл и Триатл были официально признаны новыми спортивными дисциплинами. Беатл включает в себя бег и плавание в открытой воде. В Триатле к ним добавляется стрельба. Для алтайских атлетов чемпионат Европы по укороченным версиям пятиборья прошел в Турции. В них приняли участие спортсмены 13 стран. В Великобритании, Болгарии, Испании, Германии, Португалии, Словакии. Команда из шести воспитанников барнаульской Дю США Рубин была единственной на турнире, представлявшей нашу страну. Ребята не ударили в грязь лицом и сумели подняться на пьедестал почета, завоевав 19 медалей. Сердце ёкнуло, мы там стояли с флагами, и когда за рубежом, и когда много других стран, и именно поднимается российский флаг, и играет российский гимн, это очень трепетно, волнительно, очень гордо. И хотелось бы неоднократно таких ощущений испытать еще. За команду девушек 2005 года рождения выступали Дарья Копылова, Анастасия Кравцова и Елизавета Шипитько. За юношей 2003-го Алексей Вапиловский, Семен Бухалин и Святослав Синяйкин. В личных соревнованиях к патриатлу весь пьедестал почета у наших спортсменов. У юношей первым стал Семен Бухалин, третьим – Святослав Синяйкин. Драматичным получилось выступление Алексея Вапиловского. Уступая своим оппонентам, он сумел не только улучшить свою позицию, но и стать серебряным призером турнира. Из соперников был очень сильный британец. И еще турки были сильные. Первый круг, ну, я бежал восьмой, а потом на плавание я выплыл первый и добежал только второй. Кроме триатла, Алексей Вапиловский стал обладателем серебра в личных соревнованиях и по биатлу. В этой разновидности пятиборья спортсмены бежали 500 метров, затем снимали обувь, плыли 50 метров по морю, вновь обувались и опять преодолевали полукилометровую дистанцию по суше. Старты по триатлу представляли из себя четырехкратное повторение состязаний в трех дисциплинах. Беги на 100-200 метров, стрельбе из лазерного пистолета и плавании на 50 метров. Было медали завоевать очень трудно, потому что соперники были очень сильные. Мы очень сильно старались и даже улучшили время на этих соревнованиях. Я думала, что мы попадем в тройку, но с большими очень усилиями. Так и вышло. Впереди у спортсменов Дю США Рубин подготовка к очередным стартам. Ближайшие крупные соревнования – первенство Сибирского федерального округа в классическом двоеборье. Оно пройдет в январе следующего года в соседнем Новосибирске. Роберт Ключерев, Антон Червяков, спортивный клуб. В судейской коллегии сегодня вновь определим лучших из лучших и не только. Посовещавшись с редакцией спортивного клуба, мы вновь, как и в прошлой программе, не сумели выявить неудачников, которые бы получили красную карточку. Поэтому прибережем ее до лучших времен. Горчичник сегодня заработали хоккеисты Алтая. Добившись трех побед в матчах со Славутичем, подопечные Евгения Чернова посчитали дело сделанным. И неожиданно крупно проиграли сопернику в четвертом матче между командами. Вряд ли болельщики ожидали увидеть форменный разгром 2-7. Теперь алтайской команде предстоит себя реабилитировать в играх против не менее зубастого Тамбова. Волки идут на третьем месте и не намерены терять очки в Барнауле. Позитивная бирюзовая карточка достается уже не в первый раз баскетболистам Алтай-баскета и их тренеру Михаилу Терехову. Из 8 матчей в Суперлиге Б дружина молодого, но очень амбициозного тренера добилась 8 побед и по праву возглавляет турнирную таблицу. В рамках чемпионата страны игроки краевой столицы пока не потерпели ни одного поражения. Стоит отметить, что все игры прошли на домашнем паркете. Настоящим испытанием для барнаульцев станут предстоящие выездные матчи в Ставрополе, которые пройдут 16 и 17 ноября. А хоккей, бокси, волейболе и боевом самбо в календаре событий. 10 и 11 ноября в Барнаульском дворце зрелища спорта состоятся очередные встречи первенства высшей хоккейной лиги. Алтай на своем льду примет третью команду лиги «Тамбов». Начало матчей в 19 часов. В спортивном комплексе «Победа» первые домашние игры проведет Барнаульский университет. Волейболисты тренера Ивана Баранкова сыграют 4 встречи с южно-сахалинской командой «Элвори Сахалин». 11 и 12 ноября матчи начнутся в 18.00, 14 и 15 в 3 часа дня. В Барнаульском клубе боевого самбо «Метелица» 13 и 15 ноября состоится чемпионат и первенство региона по самбо. Первые схватки стартуют в 11 часов. 12 числа в боевых перчатках пройдет торжественное открытие первенства Барнаула по боксу среди юношей 14 и 15 лет. Турнир посвящен 40-летию школы «Боевые перчатки». Предварительные бои начнутся в 17.00. Алтаю предстоит провести 10 и 11 ноября два тяжелых матча против Тамбова. Смогут ли алтайские хоккеисты впервые в сезоне одолеть волков, узнаете в ближайшем выпуске спортивного клуба. А на сегодня у меня все. Спасибо, что были с нами. Ровно через одну неделю вас ждет еще больше спортивных новостей глазами наших корреспондентов. Я на этом с вами прощаюсь и напоминаю, ведите активный, здоровый образ жизни. И не забывайте, в спорте рождается истина.